Четверть века прошло с того дня, когда в 1994 году было принято решение о создании в нашем городе филиала Армавирского государственного педагогического института. Трудно переоценить важность этого события, благодаря которому Славинск на Кубани стал настоящим студенческим центром. Свыше 12 тысяч выпускников филиала успешно работают по всему краю и за его пределами. Полученное образование открыло перед ними широкую жизненную дорогу. Трудно представить наш город без этого высшего учебного заведения, которое давно уже стало центром притяжения для одаренной молодежи, средоточием науки, образования и инноваций. 92 преподавателя, из которых 7 докторов и 50 кандидатов наук, обучают здесь более 1700 студентов. Пожалуй, каждый руководитель мечтает о таком сотрудничестве. Это сотрудничество родилось вот благодаря нашему главе администрации Владимиру Сенеговскому, который тогда работал главой. Он создал нам дорогу не только в Славинском районе. Он работал так, что нас узнали в крае, узнали в федерации. И как бы все помогали. Мы не чувствовали преград. Для того, чтобы добиться нынешнего уровня, понадобилось немало усилий. Первый директор филиала Татьяна Семеновна Анисимова, как никто другой, знает, как все было и довольна тем, что в итоге получилось. Тогда уже местные наши преподаватели начали защищаться, начали понимать вкус в науке. У нас были такие годы, когда у нас по 12-14 человек защищалось ежегодно. Это очень помогло, конечно, становлению нашего вуза. И поэтому сегодня это общий праздник поступательного развития. Для многих людей филиал стал не только местом работы, но и судьбой, и даже смыслом жизни. Мы настолько благодарны этому филиалу, этому институту, потому что он подарил нам не только работу, не только общение, круг друзей, но и, собственно говоря, судьбу. Это уникальное учебное заведение. Учебное заведение, которое создавалось, может быть, во многом, не благодаря, а вопреки. Но именно это позволило стать ему динамичным, творческим. Торжественное собрание, посвященное четвертьвековому юбилею, собрало людей, для кого имя славянского филиала не пустой для сердца звук. Собравшихся поздравил глава славянского района Роман Синеговский. Спасибо тем, кто трудился и трудится в нем сейчас, поддерживает, развивает университет, все замечательно. Конечно же, процветания вам, конечно же, новых открытий, новых свершений. Жизнь на месте не стоит, она требует постоянной динамики, постоянного изменения, постоянного совершенствования. Поэтому всего самого доброго. Грамотой главы славянского района были отмечены лучшие преподаватели филиала, в их числе Олег Клочков и Елена Литус. И мы сейчас уже второй, третий год принимаем к себе детей наших первых студентов уже. Да, это было огромное событие, я считаю, не только в жизни нашего небольшого городка и нашего большого района, но и всего края. Мы молодой вуз, нас не держит груз каких-то предрассудков, старых обычаев и так далее. Наоборот, мы открыты для развития, мы наоборот поступательно идем вперед, являясь, на мой взгляд, передовиками в развитии педагогической сферы в нашем крае. Никто не стоит на месте, мы продолжаем двигаться, мы выигрываем гранты российских фундаментальных фондов, мы постоянно организуем множество мероприятий воспитательных, научных, творческих. Вот только недавно у нас закончились Дни языка, посвященные Дню европейских языков 26 сентября. Недавно прошла юбилейная конференция, где кафедра приняла участие, не только кафедра, наши студенты. Самое главное, все, что мы делаем, мы вкладываем душу в наших студентов. Высокий уровень обучения в этом году подтвердила плановая государственная аккредитация всех реализуемых образовательных программ. Знания студенты получают солидные. Путь нашего ВУЗа длиною в 25 лет – это богатейшая история. Это достижения и трудности, это смелые идеи, план и свершения. Это огромный труд, это профессиональные судьбы. И, конечно же, в первые дни образования нашего ВУЗа, в период его становления и, конечно же, начального развития, поддерживало отрасль, для которой он готовил кадры. Депутат Законодательного собрания Кубани Виктор Чернявский хорошо знает все этапы развития филиала, как и благодаря кому все это начиналось и продолжалось и успешно работает сейчас. ВУЗ сделал ставку на силы научные, которые были в это время в районе, собрал их воедино. Каждый год открывалось новое здание, новые факультеты, спортивная база и так далее. Это было на фоне того, когда в других районах говорили сложно, нет денег и так далее. Владимир Ильич говорил, с деньгами любой сможет. А у нас был еще огонь, душа, стремление. И спасибо тем людям, которые вас здесь взяли. За высокопрофессиональную работу и преданность делу, грамотами и благодарностями были отмечены многие преподаватели и сотрудники филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубани. Не забыли и о ветеранах педагогического труда. Выпускники филиала очень благодарны ему за отличное образование, за то, что получили здесь настоящую путевку в большую жизнь. И они говорили в этот день о своих мыслях и чувствах, ничего не скрывая. Самое прекрасное, что было в жизни, это студенчество. Школа, а потом студенчество. Я очень благодарен своим преподавателям. Сегодня их сразу всех увидел, обниму, вспомню, как я учился, как меня учили. Хочется пожелать вузу нашему дальнейшего процветания преподавателям крепкого-крепого здоровья. Все выпускники их очень любят. Здесь учатся не только славянцы. В филиал приезжают ребята со всей Кубани и из-за ее пределов. Все их таланты, в том числе и артистические, получают возможности для развития. У студентов есть все поводы гордиться тем, что они обучаются в одном из лучших вузов Юга России. Прекрасное обучение здесь. Хорошие преподаватели, прежде всего, которые учат не только знаниям какие-то получать, но и жизни, можно сказать. Данность преподавателям – это однозначно. Плюс, большие перспективы, можно получать, допустим, стипендию хорошую, если ты учишься. Плюс ко всему – это какие-то новые открытия. Я очень рада, что я обучаюсь в этом университете. Мне тут безумно нравится. Тут очень много возможностей по поводу заниматься наукой, путешествия. Нам предоставляют различные путевки. Прекрасный старт в жизни получат студенты и станут настоящими профессионалами. Праздник закончился, но впереди у филиала Кубанского государственного университета в Славянске-на-Кубане еще много славных страниц, много новых достижений. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События». Продолжение следует...